Латвийский вуз В то, что предложенная практика и тысячи евро помогут вернуть уехавших молодых людей, он верит с трудом. Многие мои друзья уехали учиться за границу, и каждый раз, когда они приезжают обратно в Латвию на каникулы или в гости к родственникам, то признают, что все больше чувствуют себя чужими. Многие из них нашли за границей свою вторую половинку, и им вернуться уже сложнее. За последние 10 лет из Латвии лишь по официальным данным уехало более 200 тысяч человек. 8% работоспособных латвийцев трудятся на благо других стран Европы. И это пятый показатель во всем Евросоюзе по соотношению уехавших людей работоспособного возраста к оставшимся. В связи с этим власти страны разработали масштабный план по возвращению эмигрантов на родину. Два года назад правительство утвердило план мероприятий эра эмиграции до 2016 года. В плане собраны предложения 8 различных государственных, трудовых и образовательных учреждений. Реэмиграционный план не поддерживает материально тех людей. Но он нацелен на информационную, консультативную поддержку. Также вообще связаны с диаспорой. То есть это чисто такие нематериальные поддержки. Однако на деле оказалось, что звать назад будут не только поддержкой моральной, но и материальной. Например, 10 молодых людей смогут пройти практику в госучреждениях, при этом получая стипендию в размере 1000 евро. Есть одно но. Все это для молодых людей, которые получили образование за рубежом. В госканцелярии отмечают, что вакансии настолько специфические, что требуют особенных знаний, которых в Латвии, возможно, даже и получить нельзя. В списке предлагаемых мест нет просто специалистов в сфере информационных технологий. Есть специалист-криминалист, который умеет работать и с технологиями. Получается, что это очень узкая специальность, которая требует специфических знаний и навыков. И я даже не представляю, где в Латвии можно получить такого рода образование. И в основном все должности вот такого узкого профиля. В Министерстве же экономики свое, весьма философское объяснение. У нас для экономики нужны высокообразованные люди. И чтобы их привлечь, мы должны как-то стимулировать это. А что местные, не высокообразованные? Да, ну опять это, наверное, это немножко такой философический вопрос. В госканцелярии говорят, что они с радостью бы оплачивали практику и местным студентам. Однако в казне на эти нужды денег нет. Студенты же, которые не уехали, пережили кризис здесь. Такую политику понимают с трудом. Как-то непонятно. О, вы приезжаете, получите. А я училась здесь. Я все-таки надеялась, что я здесь найду рабочее место. А это конкуренция. То есть для меня меньше шансов. Мы здесь не можем себе найти работу, в принципе, по специальности, когда заканчиваем, или даже как практику. А им сразу будет предоставляться. И вроде еще получается так, что и в госпредприятиях. Это тоже как-то, с одной стороны, несправедливо, а с другой стороны, ну, получат и получат. Уехавших студентов, которые не прочь пройти практику за тысячи евро, оказалось немало. За два дня откликнулось уже 74 человека. Диана Хадулина, Валтер Зелч, Латвийское телевидение.